это самокат ребятушки он выпрыгнул рыбку рядышком с нами самокат который рецепт выйдет квакин там момент только на птичьем корме катается хуже просто у меня кофемолка перемалывает не очень мелкая факта тяжелая поэтому они как дамблсы вот вот он хватит обоего самоката от квакина пушку самолет взрывной просто-просто второй пункт всем привет сегодня очередной новый рецепт бойлов для осени в надежде поймать своего трофея будем создавать такое творение много компонентов вот садитесь записывайте рабочие все компоненты а называться он будет квакин квакин значит первый компонент погнали так тару обнуляем обнуляем тару сейчас вот все тару обнулили первый компонент это кукурузная мука это 100 грамм 100 грамм кукурузной муки это на килограмм я буду делать как всегда на 2 значит у меня будет 200 ровных ровно две соточки ровно две соточки следующий компонент рисовая мука рисовая мука это пластичность это пластичность энергетических свойств сильно не несет никаких не насыщает так тоже 100 грамм есть контакт для пластичности был как резиновый будет как заводской дальше соевая мука соевая мука соевая мука значит у нас 100 грамм мука это белок это у нас белок энергетический составляющая бойло основная но это значит дальше двигаемся дорог на мука 50 грамм 50 грамм пластичность а также пищевая ценность есть жиры углеводы такая она поэтому многому ее не добавляем для пластичности в основном вот чуть-чуть тяжелее было становится значит один из компонентов которые прям вот мега ну как на пляна и жареная перемолотая она в любом виде хороша сильный ароматизатор а пищеварение улучшает у рыбы вареный конечно она лучше пищеварение в сухом виде это сильно ароматизатор разрыхляет короче этот компонент всегда плюс дальше у нас следующий компонент льняная мука льняная мука также как и на пляны и улучшает здесь у нас 50 грамм значит соточку 50 грамм для вас соточку для нас вот улучшает пищеварение витамины минералы был сразу такой становится прям дальше казеин казеин 100 грамм это у нас казеин протеин белки это в принципе тоже питательность вот по типу сухое молоко детское питание всегда боеустроение большинство производителей это использует мы когда я начал использовать скатывается лучших по рыба хорошо реагирует вот дальше следующий момент изолят белка молочный протеин изолят сыворочного белка 50 грамм 50 грамм получается он легкий весь полностью все мы его убираем до сложность составной у нас получается был следующий альбумин 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 20 грамм на килограмм 40 грамм альбумин альбумин вот тут осталось про чуть-чуть легкий альбумин альбумин скатывается бою тоже будут лучше вот хуже когда давал не стал ну все добавляют я решил как как и все экспериментировать дальше дальше у нас араб с 50 грамм семена ниггера я не могу купить араб я думаю что и будет не хуже значит 50 грамм нам соточка нужно придает пикантность бою рыхлость цвет тигровый ну рапс хуже не будет значит дальше птичий корм птичий корм это корм для попугаев перемолотой вот помельче значит нам его нужно нам его нужно 150 грамм так 150 грамм птичьем корме есть все что нужно птичкам много чего есть у нас было получается такой вот на птичьем корме было обычно всегда чуть-чуть легче чем даже не чуть-чуть а намного легче чем на рыбной муке дальше один из наиважнейших компонентов много можно чего и не заменить но этот компонент он нужен это у нас здесь мука крылья должна мука креветки креветки мука креветки у нас 100 грамм ровно прям прям ровно ровно 198 грамм 100 грамм это на килограмм мука креветки как раз вот прям вот самое что ни на есть дальше один из компонентов так как мы собираемся было делать для квакина 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 любят паприку паприку паприка сладкая красный перец 25 грамм это мы на 2 килограмма можете 20 грамм на килограмм сделать это максимально лучше конечно грамм 15 поэтому здесь 25 грамм сколько он 25 грамм на 2 килограмма грамм по 12 на килограмм а да еще один компонент забыли это сукролоза усилитель усилить заменитель сахара усилите усилите замените сахар 600 раз соваще чем сахар вот сахар сильно насыщает и и чтобы не насыщать используем вот это нужно 2 грамма 1 грамм на сукровоза нужно чуть-чуть еще 2 грамм очень сладко даже когда воздухе летает вот вот они так все красиво и сейчас все перемешаем это у нас на 2 килограмма смесь вот если что-то где-то пропустил пишите компоненты все уже проверены рецепт аналогичный похожий есть он уже не однократно отработал так это сейчас мы высыпем сюда здесь так все перебьем получаем вот такую смесь дальше 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 эту смесь возвращаем обратно потому что ведро нам еще понадобится и у нас сейчас процесс астатический всего ничего яйца жидкая составляющая тинкс 8-10 яиц но десятки всегда угоняю я яйца это так же как ну как она пляна льняная она перекрывает практически все все грехи свежие яйца особенно если вы еще какие-нибудь домашние хорошие возьмете даже манку замесить на яйца уже достойно будет но когда все это в совокупности очень вкусно и вкусно то сразу же расскажу что если яйца завивать как до бисквита то было будет еще лучше но тут уже хозяин барин на природе при погоде ой ой тюмс так две упаковки прям мухой мы раскидали значит глицерин от 20 до 40 грамм на килограмм мы сейчас добавляем сюда глицерина глицерина добавляю мы добавляем глицерина 40 около 50 грамм среди ни вам ни нам глицерин это консервант влага удерживающий было мягкие остаются ароматику он хорошо распространяет на глицерине многие делают вот и это бустер и один бустер отрина кракен кальмары и фрукты будем замешивать с пандоры это морские гады и специи так как это не концентрат мы сейчас вот так вот бойл сам по себе будет аттрактивный за счет перца специй за счет о как пахнет вкусно не могу остановиться еще еще добавим чуть-чуть вот сейчас все это перемешиваем и получаем а вот 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 так вот вот об этом или не что так попытались взбить это все пенное чудо чем больше взбиваем добавляем сейчас вот эту вот смесь туда и я уже это лайфхак вымешиваю сразу веничком так в жидкую добавим вас по практически все сейчас тяжело шуруповерт еле-еле вот получается вот такое состояние сейчас стоит на питается добавим если будет жидковатка муки в основном кукурузный вот кукурузный какой еще для консистенции так есть все путем пучком обязательно ставим вставку как они скатываются но все компоненты которые уже здесь находятся они уже неоднократно проходили тесты вот и в этот раз я думаю что вот этот рецепт принесет много крупных рыб вам ребята пишите в комментариях делитесь своим мнением вот не болеете не хлорайте и всем всего доброго и пока